В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. После почти семи дней, в течение которых он был объявлен в общенациональный розыск, на Михаила Шарана, обвиняемого в мошенничестве, снова надели наручники. Где его нашли и что беглец сказал журналистам, узнаете из нашего выпуска. Водитель, сбивший двух велосипедистов, один из которых затем скончался на больничной койке, проведет в СИЗО еще 30 суток. В компании «Молдова ГАЗ» опасная утечка. Но не газа, а информации. О внутреннем расследовании в этой связи расскажем далее. Большая суматоха как в магазинах и на рынках, так и на кухнях, где происходят последние приготовления к Пасхе. Далее все это и многое другое подробно. Полиция задержала Михаила Шарана, основателя компании по производству кухонной мебели, объявленного в национальный розыск после его побега до оглашения постановления суда о его помещении под арест в конце прошлой недели. По сообщению правоохранительных органов, бизнесмена задержали сегодня утром в заброшенном доме в Дурлештах. На вопрос журналистов Шаран ответил, что сожалеет о своем побеге. Полиция сообщает, что Михаил Шаран был задержан сегодня утром сотрудниками национального следственного инспектората в заброшенном доме в Дурлештах. Позднее следователи уточнили, что все это время, пока Шарана разыскивали, ему помогал друг, осужденный условно за угон автомобиля. После задержания бизнесмена доставили в СИЗО. Пока его ввели в национальный следственный инспекторат, Михаил Шаран сказал, что сожалеет о побеге. Не показывайте меня в эфире. Почему? Потому что я даю информацию, а вы ее искажаете. Как вам удалось снять браслет? Очень просто. В чем доме вы укрывались? В моем. Сожалеете о том, что сделали, что сбежали? Да. В полиции напомнили, что Михаил Шаран уклонился от уголовного преследования еще до вынесения решения суда об удовлетворении ходатайства прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам о возвращении обвиняемого под предварительный арест на 30 суток. Первоначально учредителя компании по производству кухонной мебели задержали 19 января в аэропорту Кишинева, когда он собирался вылететь из Молдовы в Москву. Позже по ходатайству прокуроров его поместили под предварительный арест, однако апелляционная палата Кишинева изменила меру пресечения на домашний арест, что позволило ему избежать уголовного преследования. На данном этапе расследования, по сообщению полиции, предполагаемый ущерб от незаконной деятельности Михаила Шарана оценивается примерно в 40 миллионов леев. Правоохранители добавляют, что следственные действия продолжаются, а фигуранты дела по закону пользуются презумпцией невиновности. В период, когда его разыскивали, Михаил Шаран написал в соцсети, что ему пришлось стать беглецом в своей же стране, где он пытался сделать что-то хорошее. Как сообщает телеграм-канал Индекс, сообщение Шарана появилось в Инстаграме, но вскоре было удалено. Однако в прессе опубликован скриншот публикации. Шаран утверждал, что стал жертвой неких недоброжелателей, которые хотят завладеть его бизнесом, и теперь вынужден скрываться, потому что больше не верит в молдавское правосудие. Со своей стороны, прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам утверждает, что прокуроры действуют на основании доказательств в строгом соответствии с законом. Напомним, Михаил Шаран, сбежавший 7 апреля во время перерыва заседания суда, перед оглашением постановления о его предварительном помещении под стражу и снявший браслет, по которому за ним следила полиция, был объявлен в национальный розыск. Как отмечает в своей публикации портал антикоррупции МД, за основателем компании по производству кухонной мебели, фигурантом дела о мошенничестве, охотятся не только заказчики и полиции, но и кредиторы, которым он задолжал более 60 тысяч евро, и долг стал предметом судебного разбирательства. Адвокат Шарана Аурел Гроссу заявил, что ничего об этом не знал и не интересовался этим вопросом. По версии прокурора, Михаил Шаран организовал схему, используя которую присваивал деньги клиентов, выданные авансом, не исполняя своих обязательств по изготовлению заказанной мебели. Решение апелляционной палаты Кишинева, приговорившей лидера партии Шор Илона Шорок к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве, будет обжаловано в высшей судебной палате. Об этом заявили адвокаты Илона Шора. По их мнению, судьи вынесли такой вердикт под давлением со стороны действующей власти. Адвокаты убеждены, что в европейском суде по правам человека Илон Шор выиграет дело. В пресс-релизе партии Шор сообщается, что, как заявил Аурелий Уколенко, один из адвокатов Илона Шора, решение апелляционной палаты Кишинева не соответствует фактам уголовного дела, законам Республики Молдова и Уголовному кодексу. А представленные защитой доказательства были проигнорированы. Как следствие, решение апелляционной палаты Кишинева будет обжаловано в высшей судебной палате, сообщил адвокат. Все видят, что происходит в системе правосудия. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда решения принимаются в противоречии с фактами уголовного дела, с законами страны, но в соответствии с приказами властей, отданных судьям. Приводится в пресс-релизе политформирование слова Ауреля Уколенко. Отмечается также, что защита обратится и в Европейский суд по правам человека. Мы убеждены, что при таких обстоятельствах адвокаты Илона Шора выиграют это уголовное дело в Европейском суде по правам человека. Я убежден, что данная инстанция внесет ясность в это дело. К сожалению, предстоит длительный процесс, но учитывая, что Илон Шор является политиком и депутатом, мы будем настаивать на том, чтобы дело против него было рассмотрено в срочном порядке, подчеркнул Аурелию Калинк. В эфире телеканала «Журнал ТВ» глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драголин заявила, что Илон Шор вправе обжаловать обвинительный приговор в высшей судебной палате. После этого решения, после того, что он был осужден по закону, его можно поместить в тюрьму, и если последует апелляция в высшей судебную палату, то он будет ждать рассмотрения апелляции в тюрьме. В пресс-релизе прокуратуры по борьбе с коррупцией также уточняется, что приговор апелляционной палаты Кишинева может быть обжалован в высшей судебной палате, и разъясняется суть решения суда. Апелляционная палата отклонила как несвоевременное совместное обращение адвокатов Калайд и Каленко и отклонила как необоснованное обращение адвокатов Балана и Уланова. Судьи удовлетворили обращение прокурора и представителя Банка деэкономии и частично отменили решение суда первой инстанции с вынесением решения в порядке, установленном для первой инстанции. Таким образом, Илон Шор был признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа с лишением права занимать должности в банковской системе в течение пяти лет. Согласно решению, Илон Шор должен вернуть государству более 5 миллиардов 200 миллионов леев. По данному поводу Илон Шор заявил в видеообращении, что судьи приняли решение под политическим давлением из-за протестов, организованных партией Шор. При этом политик предупредил, что они понесут ответственность за свои действия. Апелляционная палата направила нам сообщение с комментарием по поводу прозвучавших заявлений. Пресс-секретарь учреждения Адалина Рожка написала, что судебное разбирательство всех дел, независимо от резонанса, осуществляется беспредстрастно и в соответствии с законом. На основании доказательств, изученных в соответствующем судебном порядке, без каких-либо ограничений, воздействий, предложений, давления, угроз или вмешательства, вне зависимости от того, прямые они или косвенные, а также от кого исходят. Отмечаем, что оказание давления на судью при рассмотрении дела влечет за собой ответственность по закону. Подчеркиваем, что суд не действует в пользу обвинения или защиты и не выражает иных интересов, кроме интересов закона. Говорится в сообщении. Ранее как представители правящей партии, так и глава государства отрицали какое-либо вмешательство в отправление правосудия и отмечали, что рассмотрение дела Шора намеренно затягивается. После оглашения приговора Майя Санду заявила, что именно так вершится правосудие и люди желали такого решения. Суд над Илоном Шором начался в 2016 году. Политика обвинили в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам Шор неоднократно подчеркивал, что не является бенефициаром хищений из банковской системы, указывая, что кража произошла после его отстранения от управления банками. Приговор по делу Шора был вынесен после двух заседаний, которые длились более 10 часов каждая. После оглашения вердикта апелляционной палаты Кишинева последовала и реакция главы государства. Майя Санду отметила, что Илон Шор осужден на 15 лет лишения свободы за кражу миллиарда, а его имущество будет конфисковано. Также президент заявила, что власти настаивали на том, чтобы восстановить справедливость по отношению к народу. Между тем, бывший председатель ЛДПМ Влад Филат призвал политиков воздержаться от заявлений на эту тему. В публикации на своей странице Facebook Майя Санду написала после принятого 13 апреля решения апелляционной палаты, что Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда, а его активы будут конфискованы. Мы этого требовали, чтобы восстановить справедливость по отношению к людям. Только так правосудие может обрести легитимность через законные решения, которые наказывают воров и восстанавливают справедливость, подчеркнула глава государства. Бывший министр юстиции Серджио Литвиненко тоже написал, что Илон Шор должен провести в местах лишения свободы 15 лет. Между тем, бывший лидер либеральной демократической партии Влад Филат призвал тех, кто приветствует решение апелляционной палаты Кишинева, воздержаться от заявлений. Президенту Майя Санду и всем, кто с триумфом заявляет об этом решении и ставит его себе в заслугу, советую остановиться, поскольку таким образом они придают политический характер приговору, вынесенному правосудием. Позднее эти политические признания будут использованы в международных судах. Политики должны оставаться политиками, а правосудие правосудием, написал в соцсетях Влад Филат. Наш телеканал обратился в администрацию президента за комментарием по поводу заявления Филата, однако ответ мы пока не получили. 13 апреля лидер партии Шор Илон Шор был приговорен апелляционной палатой Кишинева к 15 годам лишения свободы. Решение является окончательным и подлежит исполнению. Наряду с этим на активы политика в размере более 5 миллиардов леев наложен секвестр. Адвокаты не согласны с вердиктом и утверждают, что представленные ими доказательства были проигнорированы. По их мнению, приговор был вынесен под политическим давлением. Илон Шор заявил в своем видеообращении, что судьи приняли решение под давлением и предупредил, что они будут привлечены к ответственности. Из апелляционной палаты мы получили сообщения с комментариями прозвучавших заявлений. Пресс-секретарь учреждения Аделина Рожка написала, что судебное разбирательство всех дел, независимо от резонанса, осуществляется беспристрастно и в соответствии с законом. На основании доказательств, изученных в соответствующем судебном порядке, без каких-либо ограничений, воздействий, предложений, давления, угроз или вмешательства. Вне зависимости от того, прямые они или косвенные, а также от кого исходят. Ранее как представители правящей партии, так и глава государства отрицали какое-либо вмешательство в отправление правосудия и отмечали, что рассмотрение дела намеренно затягивается. Судебный процесс в отношении Илона Шора начался в 2016 году. Политика обвинили в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам Шор неоднократно подчеркивал, что не является бенефициаром хищения из банковской системы, указывая, что кража произошла после его отстранения от управления банками. Внефракционные депутаты Александр Нестеровский и Ирина Лозован объявили приоритеты новой партии, которую они создают. По их словам, одним из приоритетов будущего политформирования является защита Конституции Республики Молдова. Также оно будет выступать за придание русскому языку статуса второго официального языка в Молдове. Заявления были сделаны сегодня в рамках пресс-конференции. Депутат Александр Нестеровский заявил, что приоритетом новой партии, которую он создает со своими коллегами, является защита и соблюдение Конституции страны, а также, чтобы русский язык стал вторым официальным языком в Молдове. Один из наших приоритетов – это соблюдать нашу Конституцию, вернуть русскому языку статус официального языка, на что мы в течение недели-двух серийно зарегистрировали законопроект как депутаты, и в то же время стоять и на защите нашего родного молдавского государственного языка. Другим приоритетом новой партии станет укрепление отношений в рамках СНГ и интеграция в Евразийский экономический союз. Как отметили парламентарии, на Востоке наша страна может воспользоваться более широким рынком сбыта для своей традиционной экспортной продукции. Кроме того, по их мнению, в рамках Евразийского экономического союза Молдова сможет закупать энергоресурсы по гораздо более низким ценам. Выступаем за немедленное вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз, частью которого являются наши традиционные партнеры, такие как Российская Федерация, Беларусь, Казахстан и другие. Там же находятся основные недорогие энергетические ресурсы, которые потребляет сегодня Республика Молдова, которые может закупить Республика Молдова. Депутаты также заявили, что выступают за сохранение нейтрального статуса Республики Молдовы и за то, чтобы наша страна не присоединялась к какому-либо военному блоку. Мы нейтральное государство. Так прописано по Конституции. Мы должны защищать свой нейтралитет любыми путями. Мы должны не вмешиваться ни в какие войны. И мы должны сохранить мир на нашей земле. По словам внефракционных депутатов, сейчас идет сбор подписей для создания новой партии. Ранее Александр Нестеровский заявлял, что его команда надеется к 30 апреля собрать весь необходимый пакет документов для официальной регистрации политформирования. Напомним, в прошлом месяце Александр Нестеровский заявил о выходе из парламентской фракции блока коммунистов и социалистов, а также из рядов партии социалистов, объявив себя внефракционным депутатом и о присоединении к движению для народа. Позже парламентарий вместе со своей коллегой Ириной Лазован, которая также вышла из фракции БКС, объявил о намерении создать новую партию левого толка. Кандидат на должность Башкана Гагаузи от партии ШОР Евгения Гуцул и вице-председатель политформирования Марина Таубер провели онлайн-дискуссию с председателем Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Леонидом Слуцким, во время которой обсудили возможности экономического и культурного сотрудничества. Леонид Слуцкий пообещал поддержку гагаузской автономии. Кандидат от партии ШОР на предстоящих выборах Башкана Гагаузии Евгения Гуцул передала Леониду Слуцкому пожелания, высказанные жителями гагаузской автономии. Мы разговариваем сейчас с людьми Гагаузии. И все, все просто говорят про то, чтобы Гагаузия дальше была в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Для них это очень важная тема. Поэтому для нашей Гагаузии и для гагаузского народа мы бы хотели, чтобы Россия поддерживала и дальше, чтобы мы сотрудничали дальше. Со своей стороны вице-председатель партии ШОР Марина Таубер поделилась планами политформирования по развитию гагаузской автономии. Наша программа и в Гагаузии, и во всей Молдове, она будет в первую очередь связана с теми проектами, которые нам уже удалось реализовать. В городе Аргеев, в районе Аргеев, в Тараклии, которая также находится на юге Молдовы. И в около ста населенных пунктах нашей страны, где администраторами, управленцами являются примары от партии ШОР. Председатель комитета по международным делам Государственной думы Российской Федерации Леонид Слуцкий заверил, что Москва всегда будет поддерживать партнеров, которые хотят искреннего и взаимовыгодного сотрудничества. Мы всегда выступали за теснеющие, прежде всего, экономические и культурные связи с Молдовой. С этой ситуацией консолидация общества, которая ведет сегодня, ваша партия, которую сегодня люди уважают, верят ей. Это очень и очень ценно, это называет большое уважение. 30 апреля в Гагаузии пройдут выборы главы исполнительной власти региона и частичные выборы в Народное собрание автономии. Регистрация кандидатов завершилась 31 марта. В избирательной гонке участвуют 8 кандидатов. Сергей Чумпаеш, Николай Дудогла, Григорий Узун, Виктор Петров, Михаил Формузал, Дмитрий Крайтор, Сергей Чернев и Евгения Гуцул. Нынешняя башкан Ирина Влаг занимала эту должность два срока подряд и сейчас не имеет права баллотироваться на этот пост. Народное собрание Гагаузии снизило избирательный порог на выборах главы автономии. Выборы будут считаться состоявшимися, если в первом туре проголосует треть от общего числа зарегистрированных избирателей. Премьер-министр Дарин Ричан ранее заявлял, что чрезвычайное положение не повлияет на проведение выборов в Гагаузии. Правящая партия действий «Солидарность» объявила, что не выдвинет своего кандидата и не будет оказывать поддержку кому-либо из претендентов. Хотя отметила, что данный процесс важен для политформирования. Ну, все. Да, да. Между тем, государственный секретарь Министерства энергетики Константин Боросан написал в Фейсбук, что в состав административного совета предприятия «Термоэлектрика» предложен журналист Алекс Козер. Со своей стороны Козер подтвердил, что получил такое предложение, однако подчеркнул, что сразу же отказался от него и потребовал от Министерства энергетики опровергнуть информацию о его включении в состав админсовета предприятия. В акционерном обществе «Молдова-Газ» проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников предприятия, допустившего утечку важной информации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава АО «Молдова-Газ» Вадим Чабан, отметив, что разглашение данных поставило под угрозу деятельность органов управления компанией. Он уточнил, что все собранные материалы будут своевременно направлены в компетентные государственные структуры. На период расследования трудовой контракт сотрудникам приостановлен, добавил Чабан, не предоставив других подробностей. Водителю, сбившему двух несовершеннолетних велосипедистов в Ставченах, один из которых через три дня скончался в больнице, сегодня был продлен на 30 суток предварительный арест. Решение вынесено судьями сектора Буйканы по ходатайству прокуроров. Предварительное слушание началось в полдень. На нем присутствовал и 48-летний подсудимый, которого сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Водитель признал себя виновным и попросил поместить его под домашний арест. В надежде на такое решение он предъявил свидетельство о рождении троих своих детей, которых, по его словам, не видел уже несколько недель. На что прокурор по делу парировал, что Александр Кашкадан и его жена больше никогда не увидят своего ребенка. Предполагается, что он признает вину, но посмотрим на следующем заседании суда. Почему необходимо, чтобы он содержался под арестом? Существует риск, что он уклонится от наказания. Существует риск, что совершит и другие нарушения дорожного движения, учитывая, что он уже совершал их в испытательный период. Поэтому государственный обвинитель посчитал необходимым продлить меру пресечения. Отец погибшего в аварии чемпиона среди юниоров по велоспорту говорит, что и сегодня ждет своего ребенка дома, хотя знает, что этого никогда не произойдет. Мужчина заявляет, что он и его жена, а также их последний ребенок, оставшийся в живых, изо дня в день живут словно в кошмаре, понимая, что валериана больше нет. Все не ходят на сеансы к психологу и даже психиатру, и только антидепрессанты и надежда, что справедливость восторжествует, помогают им выжить. Мы не представляем себе свое будущее без нашего ребенка. Не желаю никому на этом свете, ни одному из родителей услышать, как на крышку его гроба падает земля. Никому, даже врагу не пожелаю. По словам скорбящего отца, его жена отсутствовала на заседании, поскольку у нее нет сил видеть убийцу своего ребенка, который даже не выразил соболезнования. Мать второго пострадавшего мальчика сегодня также не явилась в суд. Она сказала, что не смогла присутствовать на встрече, потому что ее ребенок плохо себя чувствует и посещает детский республиканский реабилитационный центр для комплексного восстановления. Но на это потребуется много времени из-за серьезных травм и ушиба внутренних органов, включая почки. Кроме того, переломы ключицы дали осложнение. Реабилитационный процесс длительный, и в любом случае у ребенка останутся определенные последствия, хотя врачи делают все возможное, чтобы он выздоровел. Психологически же вообще все плохо. С ребенком работают психологи. Мы ходим во все центры, которые только возможно, ко всем врачам, и делаем все возможное, чтобы ребенку стало лучше. Обвиняемый и в этот раз не пожелал общаться с прессой, но его адвокат заявил, что мужчина полностью признал свою вину. Вы сотрудничаете со следствием? Можете ли вы рассказать нам, что произошло в тот день? Велосипедистов не заметил? Он глубоко сожалеет о случившемся и раскаивается в содеянном. Он сообщил, что намерен возместить моральный и материальный ущерб, исходя из имеющихся у него возможностей. Напомним, трагедия произошла 21 февраля. По словам сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый пытался произвести обгон другого автомобиля справа, но на высокой скорости сбил двух велосипедистов, которые двигались по трассе. Через три дня после аварии один из двух 12-летних велосипедистов скончался в больнице, не приходя в сознание. Второй пострадавший подросток получил значительные телесные повреждения и нуждается, по словам врачей, в длительном реабилитационном периоде. При этом задолго до дня ДТП подсудимый был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Позднее он был улечен в вождении автомобиля без прав, однако в этом случае его лишь оштрафовали. За совершение наезда, в результате которого погиб чемпион Молдовы по велоспорту Валериан Раэлян, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в 15 учебных заведениях в Приднестровье. Оповещения были разосланы на электронные адреса школ в Дубасарах, Рыбнице, Слободея, а также в Каменке. В Каменском районе якобы заминирован был и один из детских садов. Информация о сообщениях была обнародована так называемым Министерством внутренних дел региона, объявившим, что по соответствующим адресам направлены группы взрывотехников. Напомним, за последний год сообщения о заложенных бомбах поступали по адресам многих учреждений Приднестровья. Наряду со школами в них упоминались медицинские центры и здания, в которых располагаются органы региональной публичной власти. До сих пор все указанные оповещения оказывались ложными. Грузовой автомобиль, зарегистрированный в Республике Молдова, занесло на полосу встречного движения в селе Бернешт румынского уезда Галатс, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем. Водитель грузовика и женщина, находившиеся за рулем другой, машины были доставлены в больницу. По данным румынских СМИ, 58-летний водитель грузовика не снизил скорость при повороте на мокрой дороге. Полуприцеп транспортного средства занесло влево на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль, за рулем которого находилась 28-летняя женщина. В результате удара автомобиль отбросило на металлическое ограждение на обочине дороги, что привело к повреждению полуприцепа и автомобиля, а также к травмам женщины-водителя. Отмечает пресса соседней страны. По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Продолжаем выпуск. За два дня до праздника Светлой Пасхи на центральном рынке многолюдно покупателей спешать закупить все необходимое. По словам некоторых из них, от каких-то продуктов, которые раньше традиционно украшали праздничный стол, придется отказаться. Продавцы, в свою очередь, говорят, покупателей много, но берут мало. Съемочная группа нашего телеканала выясняла, в какую сумму обойдется пасхальный стол в этом году. Подробнее смотрите далее. Некоторые покупатели жалуются на ощутимо возросшие цены. При этом многие говорят, что, несмотря на финансовые трудности, нужно накрыть стол как положено, по традиции. Дороже, намного дороже. На сколько примерно? Ну, на сколько. Тут европейские цены вообще. Дороже. Почему? Ну, потому что дороже. Все дороже. И овощи, и фрукты дороже. Знаете, как мы экономили, держали пост для того, чтобы на Пасху отметить Пасху. Так, как должно быть. Хоть чуть-чуть, но все равно будем делать. Потому что раз в году это. Мы делаем, на сколько есть денег, на только и делаем. Все, больше нет. Дорого. И огурцы, и редиска, все дорого. Мы берем пару штук, и все. Ой, дорого. Я даже не знаю, сколько. Ну, что дороже всего? Рыба подорожала. Свинина, там, говядина дорогая. Больше всего покупатели у лотков с пасхальными куличами, которые, по их словам, по сравнению с прошлым годом, подорожали почти на треть. Самые дешевые стоят тут 15 леев, цена самых дорогих – более 200 леев. Все сдобное в магазинах не к Пасхе, а вообще подорожало на 50. Теперь, прежде чем купить, надо спросить, сколько стоит. Чтобы есть у тебя чем расплатиться или нет. Купили Пасху. Пасха? Пасха дорогая в этом году или нет? Дорогая. Ну, надо покупать. Между тем, торговцы жалуются, покупателей много, выручки мало. Ну, понемножку у них, не так сильно, как за прошлые годы. Много взяли. Мало, но… То есть, берут поменьше? Поменьше, да, берут. Стол, по словам покупателей, с которыми мы побеседовали, по самым скромным подсчетам обойдется им минимум 2-3 тысячи леев. При этом от некоторых блюд придется отказаться. Чтобы сэкономить, многие пекут куличи сами. Ну, наверное, чтобы только Пасху испечь, да, на 4 Пасхи, леев 200 точно надо. Это без… Я не беру, если… ну, смотря какая начинка. Тесто лей 200, чтобы вот все. Без 2000, 2000 – это еще по-божески. Самый минимум? Минимум, минимум, минимум. Ну, так накрыть стол на 4 человека, не больше. Ну, не на все, не на все, конечно, нет. От чего придется отказаться? Ну, вот, я Пасху вот эту, который вот такой кусок 200 леев не буду купать. Я сам буду печь. Рыбу не могу купить, она стоит… Вот я смотрел, сейчас 80 леев. Самые востребованные после куличей ряды – мясные, овощные, а также киоски, в которых продают яйца. Десяток яиц на центральном рынке стоят в эти дни от 24 до 28 леев. Куриная грудка – около 85 леев за килограмм. Куриный фарш – от 72 леев. Свинина – 70-90 леев за килограмм. Огурцы – в среднем 80 леев за килограмм. Томаты – от 45 до 70 леев. Сладкий перец – в среднем около 80 леев. Картофель – от 10 до 15 леев за килограмм. Лук – от 16 до 22 леев, в зависимости от сорта. Капуста – 20-25 леев. Морковь – 16-18 леев. Яблоки – 5-6 леев за килограмм. Виноград стоит от 25 до 30 леев. Редис – от 30 до 35 леев. Литр подсолнечного масла сегодня обойдется от 33 до 40 леев. А килограмм муки будет стоить от 13 до 15 леев. По данным Национального бюро статистики, в марте этого года, по сравнению с прошлогодним показателем, продовольственные товары подорожали в среднем более чем на 30%. Большое оживление царит и на кухне, где хозяйки с самого рассвета приступили к подготовке праздничного стола. Аромат свежеиспеченных куличей и пасок, а также вкуснейших чагирей – будет аппетит. Яйца уже покрашены, а мясо ягненка помещено в маринад, чтобы оно было нежным и вкусным. Кулинарные секреты поваров одной из пансионатов в селе Бутучи Энергевского района при приготовлении традиционных блюд пытался выведать наш коллега Кристиан Белдига. На кухне пансионата кипит работа. Наибольшее внимание уделяется самому главному элементу праздника, который должен быть пушистым, румяным и желтым, как солнце, говорят хозяйки. В наш пасхальный кулич мы кладем творог. Он не сладкий, это соленый творог с яйцами. Сверху смазываем взбитым яйцом, чтобы он был более румяным и красивым. После того, как куличи вынимают из духовки, где они простояли больше часа, они готовы к тому, чтобы их выложили в корзину и отнесли в церковь, где в ночь на Пасху их осветят. В этом году на праздничном столе обязательно будут традиционные чагири и домашние колбаски. С домашним экологически чистым мясом. Всё выращено на нашей ферме в селе. Это свиная шкурка, мясо с головы, чёрный перец, соль, чеснок. Всё приготовлено нашими руками, дома. Чтобы наши колбаски не прилипли к противню, мы его немного смажем маслом и выложим на виноградные ветки. Так они не будут горчить и не прилипнут. Голубцы также накрученные. Повар рассказал об ингредиентах, которые делают их такими вкусными и столь любимыми у гостей. Голубцы готовим из риса, кладём немного зелени, лук, обжаренную морковь. Всё перемешиваем, обжариваем на масле и после этого заворачиваем виноградные или капустные листья, неважно какие. Мясо ягнёнка уже замариновано на ночь. Хозяйки говорят, что вся еда приготовлена из натуральных и свежих продуктов, а мясо используется из животных, выращенных на собственной ферме. Из ингредиентов положим только соль, чёрный перец, лавровый лист и масло. Вот так. И на следующий день это отлично запечётся. Здесь до сих пор сохраняется традиция приготовления всех блюд из собственных натуральных продуктов в домашних условиях. А на праздничном столе, помимо чагирей, домашних колбас, голубцов, сладкого овечего сыра, куличей и рулетов-казунаков, своё место занимает и ягнятина. Пасха считается главным христианским праздником, который знаменует воскрешение Господней и предваряется Великим Постом. Накануне праздника христиане готовят корзины с угощениями, которые освящают в церкви. А утром, в день Пасхи, прежде чем сесть за праздничный стол, нужно умыть одну щёку красным яйцом, а другую белым. Этот ритуал символизирует силу и духовную чистоту. Кроме того, верующие бьются красными яйцами, которые символизируют новую жизнь, полученную через кровь Спасителя. В преддверии главного православного праздника, воскрешения Христова, в храмах проходят положенные в Страстную Седмицу богослужения. Сами верующие завершают приготовление всего необходимого к этому дню. Священнослужители помогают им в этом, наставляя, что следует сделать, чтобы подготовиться к Пасхе прежде всего духовно. Не только нарядная одежда и корзинка с заботливо уложенными яствами являются непременными атрибутами прихожан в храмах в ночь Воскресения Христова. Верующим следует приходить в церкви, подготовившись духовно к восприятию благой вести о воскрешении Спасителя из мёртвых, указывают священнослужители. К 12 часам ночи православные собираются в святой обители. Это те, кто смиренно, преисполненные верой, приближаются к Господу Богу. Религиозное таинство начинается с соглашения Благой Вести о воскрешении Христа, после чего присутствующим раздают благодатный огонь. После многих молитв, вознесённых в церкви Успения Богоматери, жители села Требужены ждут звучания псалмов в исполнении детского хора сельской гимназии. В своих проповедях священники призывают прихожан чтить традиции и обычаи, унаследованные от предков, хранить их в своих душах, не допустить, чтобы они растворились в современном мире. Мы являемся традиционалистами, так как записано в Евангелии, что Христос вчера, сегодня и вовеки не изменен. Однако современному миру не нравится этот традиционализм. Десять лет назад, чтобы тебя увидели с древыми штанами, это было, это не считалось чем-то хорошим. Причастимся же возлюбленной верующей, божественной любовью Христа, проявляемой в эти поистине духовные моменты, способствуя прекрасному, способствуя истинно христианским ценностям. По завершении церковной службы, неся в руках освященные яства и зажжённые свечи, усталые, но счастливые люди возвращаются в свои дома, чтобы отпраздновать воскресение Христова в кругу семьи, близких и друзей. Следуя обычаю, с утра православные христиане украшают столы освященными блюдами, от которых они отказывались во время Великого Поста, чтобы в праздник сполна ими насладиться. Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, в этом году в ночь воскрешения Христова более 450 пожарных и спасателей будут находиться на круглосуточном дежурстве для обеспечения безопасности граждан. Более 100 спецмашин находятся в полной готовности для использования в миссиях по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем ГИЧС призывает население страны соблюдать правила противопожарной безопасности, в частности при использовании источников открытого огня. Также повышенное внимание следует уделять при перевозке, особенно в публичном транспорте, благодатного огня. У православных христиан сегодня Страстная пятница, день распятия Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть ради спасения человечества. Вместо литургии совершаются царские часы чтений в храме перед крестом псалмов и Евангелия о страстях Господних. На вечерней службе выносят плащаницу. Она символизирует погребальную ткань, которой было накрыто тело Христа. Это также день самого строгого поста. Согласно традиции, в пятницу нельзя ничего делать по дому. Шить, стирать, убирать, стричься. Еще нужно полностью отказаться от развлечений и провести день в молитвах. Этот день также называют сухой пятницей. Все, что посеяно, не приносит плода. Народные приметы говорят, что если в страстную пятницу идет дождь, то будет хороший урожайный год, а если дождя нет, то, возможно, засуха. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. Я, Алиса Кайряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем телеканале. Чудесных вам приближающихся пасхальных праздников. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова